КМК На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. 25 А нам все мало. Радио Сибири. Радио Сибири. Хакасия готовится ко Дню Победы. Расскажем о программе праздника и будет ли салют. Это новости на ТВ7. С вами Анастасия Павлова. Здравствуйте. Еще ниже надо. Это уже сгорело. Брось ее. Брось. 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 Это уже сгорело. Брось. Брось. Ниже давай. На Самохвале в Абакане горя дачи пострадал один человек. Еще 12 спасателей эвакуировали. Сейчас водители местные сказали, возвращайся назад, иначе он теперь на вас будет охотиться. Медведь напал на велосипедиста по дороге в Ергаке. Все для собачьих сделали для себя. Вот, пожалуйста, они такое ограждение придумали. Заброшенную хоккейную коробку в Абакане собачники используют под выгул, а другие жильцы требуют от мэрии спорт-объект восстановить. Пробуем фронтовой чай, чай солдатские и гречку сушенкой солдатскую. Столовая госуниверситета возродила традицию дней необычной кухни в преддверии Дня Победы у студентов фронтовое меню. Пожар самого высокого ранга в эти минуты тушат почти все спасатели Абакана. В огне дачи на горе Самохвал. Есть и данные о двух пострадавших. Один обгорел, а второй надышался дымом. Часть дачников была отрезана огнем. Спасатели сообщили, что вывезли из опасной зоны 12 человек. Пламя сбивают в том числе и вертолетом. Запросили поддержку пожарного поезда. Еще ниже, ребята, это уже сгорело. Брось ее! Брось! Брось, брось, это уже сгорело. Ладно, не посплить. Ниже, давай! Чуть меньше, чем за два часа огонь на Самохвале распространился на 225 гектаров. Полыхало больше 30 дачных домов. Большинство из них нежилые и заросли. Чтобы к ним подобраться, пожарные распиливали деревья. Куда? 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 Из горящего дома спасатели эвакуировали женщину с 44-го года рождения. Она с сильными ожогами в реанимации. По предварительной версии на дачах был поджог. Сухая погода. И опять рукотворная деятельность наших людей. Вот уже пострадавшие довольно очень серьезно. Скорая помощь увезла в реанимацию. Не знаю, надзорные органы работают по поджогу. Ну, скорее всего, выявят, кто это сделал. Ну, какой усерд! Тушить распространяющийся из-за ветра огонь прибыл вертолет МЧС и пожарный поезд. Жаркая погода продержится в Хакасе еще сутки. По региону на субботу синоптики обещают до 24 градусов. И сильный ветер. Порывы до 20 метров в секунду, а в горах и до 30. Поэтому пожароопасная обстановка остается напряженной. Но уже с воскресенья похолодает. 8 мая местами пойдет дождь. В горах мокрый снег. Ночью до минус 5. Днем до 14 градусов выше 0. 9 мая осадки продолжатся. Ночью также минус. Днем всего 8-13 тепла. В последний выходной градус пойдет вверх, но не сильно. Ночью до минус 3. Днем максимум 15 градусов выше 0. Прохладный порывистый ветер ожидается во все дни, пояснили в гидромедцентре республики. На станции Минусинск поезд сбил пенсионера. 82-летний мужчина переходил ЖД пути. Несмотря на то, что состав был близко. Пенсионер скончался на месте. Он был жителем поселка Зеленый Бор. Транспортная полиция пишет, что когда машинист заметил мужчину, то экстренно затормозил. Но состав не успел остановиться. Это был грузовой поезд. Началась проверка. Медведь напал на велосипедиста между Танзебеем и Иргаками. Видео с рассказом туриста публикует канал автолюбителей Хакаси. Мужчина заметил хищника, бросил велосипед. И в этот момент ему помогли проезжающие мимо водители. Они вместе отпугнули косолапого. Но медведь после этого не ушел и продолжил охоту на туриста. Сейчас водители местные сказали, возвращайся назад, иначе он теперь на вас будет охотиться. Я не поверил, что он как может охотиться. Я спустился на 589-й километр, стою, смотрю, смотрю, по обочине бежит. И до куда он вас сопровождал? Как раз километр, нет, я так примерно смотрю, он видел меня, остановился. И начал, замялся вроде, что-то там это. Ну, понял, что я наблюдаю за ним. Но я наготове, там уклон я могу развить километров сорок. Ну, под горку, под горку. Ну, медведь около пятидесяти бежит. Значит, я могу догнать, все равно меня. Горячей воды не будет в Абакане и Черногорске сразу после праздников. С 11 мая теплоэнергетики планируют испытания и ремонты. А так как Абаканская ТЭЦ топит оба города, то и отключения будут в одно время. Только по данным мэрии Черногорска, у них горячей воды не будет на три дня дольше, до 21 числа. Причем 18 мая не будет и холодной воды тоже. К новостям вернемся после информации от генерального спонсора выпуска Юридической службы Единый Центр Защиты. Финансовые трудности, тяжело платить кредиты, банкротство – это законный способ списать долги. Начни жизнь с чистого листа. Юридическая служба Единый Центр Защиты всегда придет на помощь. Звони сейчас. Телефон в Абакане – 31-32-42. 31-32-42. Лет 10 точно ремонта не было. Реально не было лет 10. Но мы их просили хотя бы вот досточки подбить. Абаканцы просят мэрию починить старую хоккейную коробку. Расскажем, чем ответит городская власть. О, что отлично, молодцы. Черногорская мэрия строит водопровод в Пригорск. Пить поселковую запрещают санитарные врачи. Радио – это было моей голубой мечтой. С детства – это не шутки. Я мечтала об этой профессии. И волею судьбы случилось так. Я наткнулась на объявление о том, что ведется набор в школу радио. И я подумала, почему бы нет. И из этой затеи вышло то, что вышло. Я очень сильно считаю себя счастливым человеком. Когда ты приходишь сюда, ты не чувствуешь, что ты приходишь работать. Ты приходишь сюда для того, чтобы получать удовольствие. Для того, чтобы заряжать своим настроением окружающих, слушателей. И транслировать все самые счастливые, добрые и положительные эмоции в массы. 25 лет – это только начало. За эти годы было достигнуто многое. Но что ждет нас впереди? Я думаю, это будет очень интересно и увлекательно. С днем рождения! Радио Сибирь! В День Великой Победы Абакан. Первомайская площадь. Здравствуйте, товарищи! Мы желаем, товарищи, свободу! Военный парад, посвященный Великой Победе. Прямая трансляция 9 мая в 10.00 на телеканале ТВ7. Хакасия готовится ко Дню Победы. В столице, на проспекте Ленина, появились героические кубы с фотографиями ветеранов. Есть снимки Абакана военных лет. Можно прочитать и про эвакуационные госпитали. Улицу также привели в порядок после зимы, ведь по ней пойдет бессмертный полк. Если перед праздником не будет дождя, то поливальные машины еще раз проедут, чтобы дополнительно смыть пыль. Полк пойдет традиционно от спорткомплекса Булакина до Парка Победы. И там, кстати, открылась 45-я вахта памяти. Парад на Первомайской площади начнется с 10 утра. В марше примут участие около 900 человек. Пройдет техника, квадроциклы и пройдут кони. Наш телеканал ТВ7 будет транслировать Абаканский парад Победы в прямом эфире. Трансляция также будет вестись на нашем сайте ctv7.ru и в социальных сетях. Сбор участников бессмертного полка с 11 утра. Старт в полдень. Участников распределят на коробке по 100 человек. Если не успеете к началу, то присоединиться к колонне можно в двух точках. У муж школы Кинеля и на перекрестке Вяткина-Ленина. В Парке Победы будут концерт, фудкорты, но без полевой кухни. Отведать фронтовой каши не получится из-за требований Роспотребнадзора. Будет работа тир и площадка для сдачи ГТО военных лет, разные выставки и мастер-классы. В 21.30 можно зажечь со всеми в парке свечу памяти. А после посмотреть салют. Баскетбольное кольцо отвалилось. Часть забора спалил пожар. А местные собачники из этой же хоккейной коробки устроили вольер. Спортивная площадка во дворе Северного проезда беспокоит жителей. Мы узнали, кто отвечает за хоккейную коробку и планирует ли ее привести в порядок. Все для собачьих как бы сделали для себя. Вот, пожалуйста, они такое ограждение придумали. Написали объявление. Убирайте. К сожалению, еще времени нет. По расписанию. В 8 утра и в 8 вечера хоккейную коробку оккупируют собаки. Жалуются жители 23-го дома Северного проезда. Дети играют на площадке только после выгула собак, рассказывает управляющий домом. Коробка старая. Ограждения прогнили и местами отвалились. Часть коробки, пострадавшие от пожара, жители заделали дверьми. Лет 10 точно ремонта не было. Реально не было лет 10. Но мы их просили хотя бы вот досточки подбить и повешать нам сетки. Вот, то есть корзины для баскетбола. Ну, приезжали. Я говорю, что приезжали, были, составляли. Ну, все, и пропали. Сказали, как бы смету составили, но денег в городе нет. За хоккейную коробку отвечает администрация города. После пожара в мэрии решили площадку списать. В управлении культуры молодежи и спорта считают, что дети перестали на ней играть. И она слишком стара. Она, к сожалению, вот как бы не востребована. И, во-вторых, она вот позапрошлом году погорела. У нас там у нас часть бортов сгорела. И поэтому было принято решение о ее демонтаже, чтобы на этом месте было либо рукохоты, либо какие-то тренажеры поставить, либо что-то, но это уже совместно с жителями и совместно с управляющей компанией. Выходит, что формально хоккейной коробки на балансе у администрации города нет. И скоро споры с собачниками закончатся сами собой. Нет коробки – нет проблемы. Сносить трухлявые заборы за городские средства и возводить новые площадки абаканская власть планирует со следующего года. Таких аварийных коробок в столице Хакасии около 40. Обновление площадок займет 4 года. Александр Тимофеев, Даниил Лапин, Евгений Сульбереков, Нотабена. Нормальное водоснабжение появится в Пригорске уже в этом году. Сейчас вода там с примесями, на трубах постоянная накипь. Мэрия Черногорска запитает соседа к городским сетям по нацпроекту. На протяжении водопровода будет 18 обслуживающих камер. Сейчас подрядчик из Абакана монтирует первое. Чтобы обеспечить Пригорск водой, нужно протянуть 16 километров труб. 3,5 строители смонтировали меньше, чем за месяц. Приступили к работам с двух сторон. Со стороны Пригорска идут, со стороны Черногорска. То есть пайка труб, траншеи. Это разработка траншеи. Все в порядке, по графику, даже с опережающим моментом. Сегодня в поселке пить воду опасно. Роспотребнадзор выносил предупреждение. Жители Пригорска используют воду в технических целях. Моют полы и поливают огороды. Чтобы исправить ситуацию, мэрия Черногорска направила в Минстрой письмо. Разработала план и попала в нацпроект. Нормальное водоснабжение у жителей Пригорска по плану появится зимой. Срок сдачи 1 декабря. Все работы по федеральной программе обойдутся в 300 миллионов рублей. Подарки. Увеличение корпоративных пенсий и денежные выплаты. Металлурги по давно заведенной традиции отмечают годовщину Победы. В этом году, как и всегда, поздравления получают не только ветераны Великой Отечественной, но и ветераны Русала. Продуктовый набор, открытка со словами благодарности, цветы, а главное – внимание. Это то, чего зачастую не хватает ветеранам. Каждый набор вручают лично в руки сами металлурги. Для них это почетное право и зов сердца. Сегодня пришло более 60 человек, чтобы поздравить 153 тех ветеранов, которые рядом с нами сейчас живут. И я надеюсь, что они будут жить еще как можно дольше с нами, оставаясь тем примером, той гордостью и историей нашей страны. Поздравляют не только ветеранов войны, но и тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Одна из многолетних подшефных сайногорских металлургов – Мария Ивановна Ильина. В блокадном Ленинграде она оказалась в 11-летнем возрасте. Работала наравне со взрослыми. Эвакуировали ее с другими детьми только с третьей попытки. На память об этом остался шрам. Фашисты бомбили колонну на Ладоге. Спасибо большое. С праздничком, с наступающим вас. Спасибо большое. Традицию поздравлять ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда заводчане заложили давно. Олег Владимирович Дерипаско поддержал эту традицию. Этот год не исключение. Мы также поздравляем ветеранов в преддверии праздника, в преддверии Дня Победы. Дарим им хорошие подарки, хорошее настроение. И на этом металлурги не останавливаются. В компании приняли решение увеличить корпоративные выплаты ветеранам-металлургам. В этом году компании было принято решение повысить в полтора раза корпоративные пенсии для ветеранов-металлургов, которые получают каждый месяц доплату к своей пенсии. И также на 30% повышение единоразовой выплаты труженикам тыла. Это тем ветеранам, кто состоит на учете в Совете ветеранов завода. Металлурги будут принимать участие и в других праздничных мероприятиях, посвященных Великой Победе. Например, свеча памяти и звезда героев. Также заводчане традиционно возложат цветы к вечному огню в память о всех войнах, погибших в Великой Отечественной войне. У Преображенского храма появилась юрта белая с голубым орнаментом. В епархии пока не пояснили, почему и зачем юрту поставили рядом с церковью, но когда на месте мы заметили рабочего, он сказал, что там будут продавать свечи. Далее еще новости коротко. С 11 мая автолюбители получат штрафы при нарушениях на перекрестке Пушкино-Катаново, на Мире в районе улицы Таштыбская и на 11-м километре автодороги Абакан-Агдавурак, где пункты весогабаритного контроля. Комплексы ранее тестировали, после праздников они заработают. Дополнительно автобус появится на маршруте Абакан-Калинина, а также до вершины Тёи и Копьёва. Минтран сыщет перевозчиков по трем направлениям. На свои сбережения в старости надеются только 14% жителей Хакасии. Опрос провел автомобильный сайт. На госпенсию планируют жить 13% населения, четверть не знает ответа, а почти половина боятся не дожить до пенсии. В Иркутске, по версии следствия, трое 17-летних подростков звонили пожилым женщинам под видом следователей и уверяли, что один из родственников – виновник ДТП, пострадала беременная женщина. Восемь пенсионерок поверили и перевели злоумышленникам в сумме больше 1 миллиона рублей. Парни задержаны. В честь 9 мая небольшой концерт для гостей города и своих клиентов устроила компания «Аналитик». За хорошее настроение отвечала дэнс-фолк группа «Веренея». Артисты даже устроили хоровод, пели также воспитанницы подсинской музыкальной школы, а дети прошли квест. Без фронтовых угощений не обошлось. Компания приготовила для зрителей традиционную для праздника фронтовую кашу, чай и хлеб. От обеда никто не отказался. Такие концерты компания «Аналитик» проводит не первый год, чествуя память героев войны. Главный вуз Хакасии снова радует своих студентов новинками в меню столовой. В преддверии Дня Победы повара приготовили блюда, которые придавали сил воинам. Это солдатские чаи, кулеш из гречневой каши и изюминка морковный чай с березовой чагой. Фронтовое меню изучил Артем Михалков. Пробуем фронтовой чай, щи солдатские и гречку с тушенкой солдатскую. Особых изысков в солдатском меню нет. Тут все просто, но с домашним оттенком. Щи с квашеной капустой и обжаренным салом. Кулеш – вообще хит на все времена. Ведь это гречка с тушенкой. Все сбалансировано и питательно. На фронте сил нужно много. Сегодня в столовой ХГУ блюда из военного меню у посетителей отошли на второй план. Оно и понятно. Напоминают повара о победе уже третий день. У нас первый день в основном оттаж всегда бывает. Потому что люди одни и те же к нам ходят. Поэтому все попробовали. Первый день у нас все скушали. Весь суп и гречку. Чай весь выпили. Вот сейчас заново все сделали, все свежее сварили. Чай вообще особым спросом пользуются. Его в столовой сварили из моркови и березовой чаги. Это такой гриб, который растет на деревьях. Морковь наделяет напиток антиоксидантами, а чага – тонизирующим свойством. Очень необычно, но мне понравилось. А у нас как раз морковь? Да. Еще пидел такой? Нет, ни разу. Вообще студенты оценили подход университетской столовой. Это интересно. Интересно знакомиться с тем образом жизни, который тогда был ранее. Это интересно, да. Дни фронтовой кухни в ХГУ проходят не первый раз. Собственно, и удивляет студентов блюдами народов мира не в новинку. Спасибо. Люля, кебаб и харчо по-грузински подавали в столовой в дни кавказской кухни. Готовили повара и хакасские блюда. Для студентов это настоящая находка, так как блюда все мясные и очень сытные. Пробовали студенты и белорусские изыски. Угощались индийскими, еврейскими, китайскими и немецкими блюдами. Но, пожалуй, самой необычной была кухня народов Африки. Ее, кстати, оценил гость из Конго. Говорит, как дома побывал. Но из-за пандемии пару лет вуз перестал экспериментировать в столовой. А сейчас, похоже, традиция возвращается. Побывать в столовой на днях фронтовой кухни и не отведать эти блюда, конечно, это неправильно. Да, чувствуется вкус предстоящей победы. Артем Михалков, Наталья Курцева. Нотабена. Сначала поработать, потом отдохнуть. Этот принцип придерживают дельные вещи. Особенно, когда впереди четыре выходных дня. Значит, есть время заняться плотно огородом. Затем провести время и с семьей. Где найти все необходимое для сада и отдыха? Смотрите. Я уже представляю, как приятно вот так сидеть на природе под майским солнцем в удобном кресле. А если это еще и кресло с шезлом, то можно растянуться во весь рост. Есть варианты кресел со съемными матрасами. Рыбакам же пригодится складной стул. Приятную тень на участке создаст шатер, а уют – садовая мебель, качели или подвесное кресло. Пикники на природе станут также неотъемлемой частью этих выходных. В магазине для дома можно найти все необходимое для этого, причем со скидкой. Преобразить сад помогут заборчики. А для парников есть дуги разного размера. Ну и не обойтись, конечно же, без садового инвентаря. Грабли, лопатки, ведра, тазики. В магазинах с товарами для дома можно найти скидки до 62%. С 20% скидкой можно найти посуду от российского бренда «Кукмара». Она качественная. Кастрюли, сковородки, казаны с многослойным антипригарным покрытием и стильным дизайном. В магазине на домарке сейчас скидки до 62% на товары для сада и огорода. А до 10 мая действует скидка 20% на всю посуду известного российского бренда «Кукмара». На домарке «Советская-44». Статуя огромного Будды появилась в месте слияния большого и малого Енисея в Кызыле. Фотографиями в соцсетях поделился экс-глава Тувы Шалбан Караол. Он сообщил, что скульптура дополнит концепцию набережной. Точные размеры неизвестны, но она явно выше пятиэтажного дома. А вообще статуя – это подарок в честь столетия государственности Тувы от Сергея Шойгу. О погоде на выходных расскажу после информации от генерального спонсора прогноза строительной компании «Людвик». Компания «Людвик» завершает отделку и благоустройство кирпичного дома первой очереди по адресу Арбан-16. И начинает строительство второй части жилищного комплекса – комфортной новостройки на генерала Тихонова-6. Приобретите квартиру в перспективном микрорайоне Арбан с детским садом и школой в шаговой доступности. Новый современный жилищный комплекс «Парковый» ждет своих жильцов. Станьте обладателем хорошей квартиры и наслаждайтесь покупкой долгие годы. КСК «Людвик». Наш земляк, этнопевец Руслан Ивакин выступил на одном фестивале с Пелагеей, Долиной и Казмановым. Это было в начале мая в Ставрополе, но погода подвела, шел дождь, а во время выступления Руслана спустился туман. Впрочем, это не помешало нашему гуру Дэ выступить. Что касается погоды на завтра в Абакане, то в столицах Акасии ветер в субботу будет с порывами до 19 метров в секунду. При этом днем будет жарко, плюс 21. Ночью столбик термометра опустится до плюс 9. Воскресенье похолодает и будет пасмурно. Днем плюс 10, ночью чуть ниже плюс 7. Ветер утихнет, порывы до 14 метров в секунду. Это были все новости на сегодня. Ваши истории мы принимаем в мессенджерах по номеру 8 923 020 77 00. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь. Я передаю слово Екатерине Лукьяновой и программе «Детали». Здравствуй, Настя. Всех приветствую. Сегодня мы на «Детали» разберем весеннее витаминоз и поиграем в настольную игру Ахакасии. Это альтернатива «Монополии» с местным колоритом. Подробности через минуту. Подключайтесь. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. У немцев в тылу находится наш окружной склад ГСМ. А как тебя-то живут, сынок? А это не важно, отец. В день победы на ТВС. Если в течение двух суток объект не будет уничтожен, пойдешь под трибунал. Дед, ты живой? Кому дед? А кому Иван Кузьмич? Сагорел. Сколько их? Многосерийный фильм. Задание особой важности. Операция «Тайфун». 9 мая. 21.00 на ТВ7. Всем привет! Это «Детали». Я Катя Лукьянова. И каждый день встречаемся здесь, до и после Нотабены. Сегодня на «Детали» разберем весенние витаминозы и поиграем в игру «Ахакасия» – альтернатива монополии с местным колоритом. Давайте начинать. В гостях у меня Татьяна Рябенкова, заведующая отделением Абаканской межрайонной больницы. Татьяна, здравствуйте! Да, тут немножечко ошибочка. Я не зав. Поликлиника. Я всего лишь зав. Отделением профилактики. Ну, здесь ошибка вышла зав. Отделением профилактики. Извините, вы ко мне. Вот все-таки давайте вот о витаминоз. Вот все говорят, вот весной о витаминоз. Вообще, что такое о витаминоз? Ну, а витаминоз – это прежде всего недостаток витаминов в организме. И он может проявляться разными симптомами. Ну, вот сейчас очень модно говорить о витамине Д, там, еще о чем-то. Значит, ну, последнее время исследованиями доказано, что витамин Д, он не просто витамин, а его отнесли в разряд гормонов. Ну, потому что он играет очень большую роль в нашем организме. И без витамина Д мы, к сожалению, существовать не можем. Давайте вот по порядку. Если мы говорим об о витаминозе, вот смена сезона. Действительно у всех дефицит вот у нас, у сибиряков витаминов, нужно идти к врачу, либо просто идти в аптеку и покупать. Вот как действует? Нет, всем не нужно покупать. Все-таки витамин Д – это очень серьезный витамин. И у него есть и так же, как и лечебное, так и токсическое действие. Поэтому бездумно принимать витамин Д не рекомендуется. А если мы говорим в целом, то есть только вот у нас может быть дефицит витамина Д или еще какие? Ой, витаминов на свете очень много. Ну, то есть есть макро, есть микроэлементы. Есть совсем, ну, то есть вещества, которые, они играют важную роль, но их достаточно очень-очень небольшое количество. Их сотни, даже тысячи. Если все перечислять, то это займет очень много времени. Так, давайте перечислять не будем. Вот если мы говорим конкретно о дефиците витаминов, как это проявляться будет, чтобы я поняла, что мне действительно нужно пойти к врачу, например, и получить рецепт. Ну вот давайте поговорим о витамине Д. Ну, потому что в свете последних событий, то есть когда все болели ковидом, всем рекомендовалось принимать витамин Д. Я хочу сказать, вот, ну, покажется немножко странно, но это так. Так, учеными доказано, что витамин, дефицит витамина Д встречается почему-то именно чаще в южных районах. То есть там, где солнца много, на самом деле. Да, как ни странно, там, где много солнца. Так. Ну, и все, что выше 47-42 параллели, тоже считается местностями, где дефицит витамина Д. Сейчас географию все судорожно вспоминают, где это параллель. На территории России, вот, я просто тут клинические рекомендации... Давайте для нас, вот, для Сибири все-таки. Для Сибири, да, мы живем, к сожалению, в том регионе, где почти 9 месяцев зима. Ну, скажем так, мало солнца. И действительно, у наших жителей есть дефицит витамина Д. Но, опять же, бездумный прием витаминов, то есть он тоже как бы опасен. Это понятно. Вот симптомы, как мне понять тогда? Да, прежде чем начать принимать витамин Д, нужно посоветоваться все-таки с врачом. Ну, а как мне понять, что вот мне надо к врачу идти? Я не знаю, там, как это... Ну, вот, у меня дефицит витамина Д. Как мне понять, что вот он у меня есть вообще? То есть какие там симптомы? Если у вас есть мышечная слабость, снижение настроения, то есть люди с лишним весом, у которых индекс массы тела превышает 30, то есть они, оказывается, тоже подвержены дефициту витамины Д. То есть это уже повод пойти к специалисту? Да, да, да. Потому что витамин Д, он очень важное влияние принимает в организме, и очень большую роль играет в формировании здорового иммунитета. Если человек подвержен частым простудным заболеваниям, то тоже следует обратить на это внимание. Ну, симптомов их очень много. Ну, хотя бы вот эти уже, то, что вы перечислили, этого уже достаточно, чтобы хотя бы пойти к врачу. Да, вот если, допустим, человек достиг возраста 65+, то тоже следует обратить внимание на состояние, ну, в частности, на витамин Д. А если мы вот говорим, часто есть такая практика, вот у нас смена сезона, да, и люди, вот мы идём в аптеку, покупаем витамины. Вот любые, к врачу не ходим. Вот это вообще как расценивать? Это вредно или не очень? Ну, видите, всё лекарство и всё яд, вопрос, ну, как говорили древние. Здесь важно в дозировке. Ну, вообще рекомендуется принимать витамин Д тем людям, ну, в частности, это беременные женщины, то есть у них в любом случае будет дефицит витамина Д. Значит, это маленькие дети, но особенно мамы которых, ну, по какой-то причине не могут кормить грудью. Ну, вообще по нормам и по положениям, то есть вот сейчас, которые приняты, детям до года вообще как бы не рекомендуется принимать витамин Д, если ребёнок находится на грудном вскармливании. Ну, то есть с витамином Д более-менее разобрались. Тут всё понятно, идём к врачу, сами себе не назначаем. Симптомы тоже, в принципе, там, усталость, снижение настроения, лишний вес, это всё простудные заболевания. Обратиться к врачу. Да, да, да. Какие вот ещё у нас в дефиците витамины, например, могут быть? Очень часто вот в нашей местности, в Хакасии, встречается В12-дефицитная аномия. То есть это дефицит витамина В12. Этот витамин тоже очень важен для нас, и он играет тоже важную роль в нашем организме, в частности, принимает участие как в кроветворении, так и в формировании оболочек нервных, то есть... Ну, тоже нервная система здесь стала участвовать. Система, и то есть при его выраженном дефиците люди даже не могут ходить, ну, то есть себя обслуживать. Вот такая вот история. А здесь какие-то же симптомы будут, если нервная система... Ну, здесь общеклинические симптомы, которые характерны для любых, скажем так, вот заболеваний, да, каких-то там авитаминозов и так далее, тоже будет слабость, головокружение, бледность кожи. Но таким вот важным моментом является то, что у человека появляется лакированный малиновый язык. Ой, ну это что-то страшное. Захотелось сразу проверить, нет ли у меня такого языка. Если мама увидела у своего ребенка такой язык, это явные признаки... То есть симптом такой конкретный, что пора к врачу. Да, у человека кожа принимает такой желтушно-бледный оттенок, отеки появляются, то есть прогрессирует сердечная недостаточность, если это пожилой человек. Вот. И появляется нарушение чувствительности кожи. Ну, как я говорила, да. То есть это синяки образуются или нет? Это синяки. Кожа теряет чувствительность, и чем тяжелее дефицит, тем выраженнее клинические симптомы. То есть там уже появляется неврологическая симптоматика. Ну, то есть это уже посерьезнее. Это посерьезнее, да. Ну, вот и какой еще, например, третий витамин, которого нам не хватает и тоже стоит его добавить? Ну, там даже не витамины как бы, а я сказала бы, что это микроэлементы, которые содержатся в продуктах питания. Есть лекарственные препараты, которые содержатся. Это такие элементы, как цинк, магний. То есть, например, магний, он принимает участие в формировании более 250 гормонов и биологически активных веществ, которые вырабатываются в нашем организме. Тоже очень важный элемент. И то есть, опять же, вернемся к профилактике ковида. То есть во всех рекомендациях, там всегда говорилось, и в зарубежных тоже, что человек должен принимать витамин D, цинк, вот, и другие витамины C. Ну, то есть основное, то есть мы берем, это вот может быть, вот по крайней мере, для Сибири актуально, это дефицит витамина D, B, цинк и витамин C. То есть вот это такие основные для нас. Сейчас в современном мире вот явно выраженного дефицита витамина C не существует просто. Ну, тяжелый дефицит витамина C – это прежде всего цинга. Ну, у нас этого нет. У нас этого нет, да. То есть это уже совсем когда не получает. Ну, и, во-первых, распространенность, вот сейчас доступность, скажем так, витаминов, которые в аптеке есть. И, ну, с детства нас кормят этими витаминами. В общем-то, явного дефицита витамина C не наблюдается. Ну, то есть получается, если коротко мы режимируем, если есть действительно такие симптомы, вот постоянная усталость, депрессия, есть какие-то изменения, вот вы сказали там с цветом лица, или вот что-то вот подобное, то идем к врачу, это уже точно сигнализирует о том, что, возможно, проблема как раз просто в витаминах, что это не какая-то страшная болезнь, может быть, просто вот витаминоз. Ну, просто хотелось бы еще назвать причины, почему возникает вот этот дефицит. Ну, то есть здесь очень коротко. Коротко. То есть дефицит витамина B12 прежде всего возникает из недостатка витаминов в пищах, а это прежде всего животного происхождения, еда, то есть в растительной пище его нет. Ну, то есть вы имеете в виду, что если мясо не есть? Ну, рыба тоже. Ну, рыба-мясо. То есть я хочу сказать, что строгие вегетарианцы, они, к сожалению, подвержены все в 100% дефициту витамина B12. А как вы уже знаете, что он ведет к очень серьезным нарушениям. И, ну, там даже в тяжелых случаях может развиться деменция, что бывает часто с пожилыми людьми. Ну, вторая причина – это плохая всасываемость, то есть там тоже несколько причин. В том числе есть такой фактор кассля внутренний, который вырабатывается слизистой желудка. И, как правило, у пожилых людей эта функция снижена, поэтому у старичков наших очень часто бывают такие симптомы, и в частности B12 – дефицитная анемия. И еще бы хотелось отметить, то есть люди, которые перенесшие операцию на желудочно-кишечном тракте, ну, то есть у которого удалена часть желудка либо 12-перстной кишки, они тоже, к сожалению, все страдают дефицитом витамина B12. Ну, еще есть фактор наследственный, когда человек рождается с дефектом какого-то гена, и вот этот витамин, он просто не может всасываться. Ну, это уже такие вы очень частные случаи говорите, то есть основное – это может быть неправильное питание, да, исключение некоторых продуктов. У нас просто времени немного, надо прям уже все. Не назвала это у детей и у взрослых. Мы живем в таком регионе, где рыбу, да, рыбу все любят, и есть дефилобатриоз – это широкий лентец. Так вот, когда у человека такой гость подселяется, то у него в 100% будет B12-дефицитная анемия. То есть проверяем еще себя на паразитов. На паразитов обязательно. Спасибо, Татьяна, я думаю, что информация была полезной. Если мы симптомы уже проговорили, то есть идем к врачу, сами себе эти витамины не назначаем. Это как бы главное. Давайте сейчас посмотрим нашу кулинарную рубрику, приготовим говядину, две минутки, и вернемся в студию, и будем изучать настольную игру о хакасии. Сегодня приготовим очень вкусную домашнюю еду. Говядина в сметанном соусе получается сочной, мягкой и буквально тает во рту. Отменное блюдо для семейного ужина. Возьмем шейную вырезку говядины, разрежем ее на кусочки поперек волокон. Затем мясо необходимо немного отбить. Посолить и поперчить. Сделать это нужно с двух сторон. Нарежем репчатый лук на тонкие полукольца. В сковородку с растительным маслом добавим лук и хорошо его обжарим. Как только лук стал золотистым и поджаренным, перекладываем его в тарелку. А в эту же сковородку наливаем растительное масло для мяса. Перед обжаркой каждый кусок говядины хорошо обваливаем в муке. Мясо необходимо пожарить до золотистой корочки, переворачивая несколько раз. Мясо хорошо пожарилось с двух сторон. Вернем в сковородку лук, добавим немного воды и сметану. Перемешаем, посолим и добавим приправы, сухой чеснок и копченую паприку. Как только соус закипит, убавляем огонь, накрываем крышкой и оставим томиться на 1 час. А за это время приготовьте любимый гарнир. Для того, чтобы картофельное пюре стало воздушным, вмешайте в него натертый сыр. Нежные отбивные из говядины в сметанном соусе. Подайте с солеными огурчиками. Перед таким блюдом сложно устоять. Попробуйте. Приятного аппетита! Это «Детали». Привет всем, кто к нам присоединился. Давайте сейчас сыграем в настольную игру о Хакасии. Автор идеи в студии у меня, Анастасия Меренюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Показывайте. Вот тут уже все разложили. Да, приготовила для того, чтобы похвастаться такой яркой, необычной, уникальной игрой. Первой игрой в Хакасии именно о Хакасии. Так. Раскрывайте. Это карта, да? Вот такая карта, да, игровая. Давайте покажем ее. С небольшим рассказом о том, что это познавательная игра-бродилка с элементами необычных заданий. Мы с вами видим вот такую карту, реальную карту Хакасии и места... А вы подержите вот ее так, чтобы мы могли тоже зрителям ее показать. Культурно-исторические места расположены в фактических местах нашей... Ну, то есть реально перенесено вот на эту карту. Причем все прорисовано. Наш член художников Хакасии Владимир Агеев создал специальные рисунки этих мест, и вот мы нанесли это на карту. Но это вот взрослые могут играть или все? Вообще, это для семейного отдыха, для взрослых тоже это будет интересно. Ну и, в принципе, для детей, которые могут справиться самостоятельно и уже умеют читать, будет очень интересно. Для почемучек есть классное разъяснение. Иногда детям просто нужно объяснять, почему тот или иной ход. Это не просто, как вы заметили, наверное, переход с стрелками вперед и назад. Ну да, вот я хотела спросить, то есть здесь как? Вот как обычная игра, что мы там кинули, кто быстрее добрался до финала? Здесь есть правило с вот такими вот обозначениями цветовыми, и каждая цифра разъясняется. То есть по реальным событиям того или иного места объясняется, почему ты делаешь ход назад или почему ты делаешь ход вперед. Один из примеров, например, на участке Иткуль, это особо охраняемая природная территория, туда въезд только с пропуском. И поэтому, если ты встал на эту локацию, ты просто возвращаешься в город за пропуском, и объясняет так. Ну то есть ты, получается, запоминаешь какие-то элементы о своем крае, о своей культуре. Да, какие-то особенности того или иного места, или вот, например, ты попал в лапы медведя, убегаешь обратно на заимку Лыковой. Ну, к примеру, вот такие. Ох, ну это фантастика прямо какая-то. Ну да, такой игровой формат для детей, чтобы он был и увлекательный, и познавательный, и на их языке более понятный. А вот это что тут за штучки? Это что-то? Это тоже в комплекте, да? Да, здесь прилагаются еще и задания, то есть это не просто бродилка, но есть задания. Давайте задания, ну-ка. Есть на определенной базе, если вы встаете, то получаете некие задания. Ну давайте, я попробую, да? Благодаря которым... Благодаря которым... Сыграем. Вы уверены? Ну, уже... Я могу заставить вас немножко и потанцевать. А, да? Ну танцы, наверное, нет. Здесь есть элементы, благодаря которым можно вспоминать хакасские слова или изображать, ну, например, шамана или древнего охотника или что-то вот в духе традиций или культуры хакасского народа. Ну, то есть если не знаешь, то вот как раз и узнаешь заодно. Да, ну, если что, то гугл в помощь, как сейчас говорит молодежь, но тем не менее, есть очень интересные задания, которые не только ходить, но и по лигу присылать. Ну, давайте я тоже попробую, вот не факт, что я отвечу правильно. Здесь не вопросы, а именно задания. Ну, давайте задания. Ну, к примеру, необходимо показать одно из слов, которое вы выберете, и если игроки отгадают, то вы сделаете три шага вперед, если не отгадают, то три шага вперед. А, ну здесь, то есть, я неправильно поняла, то есть здесь перемешку более на какие-то... Тракодил, наверное. Да, 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 я поняла. То есть здесь не обязательно будет о Хакасии вопрос, о какой-то... Ну, вообще, как бы это касается Хакасии. Ну, давайте про Хакасию какое-нибудь задание. Я, например, предложу вам вспомнить какие-то песни о Хакасии. Ой. Ну, наверное, только гимн, но я его не помню. Или просто на Хакасском языке какие-то песни. Никак, вот вообще никак. Вот у меня есть пробелы, которые можно... А, ну вот и Вакин, да. До этого сюжет как раз о Гуруде. Вот. И вот его песни можно вспомнить или вообще вспомнить о тех песнях, которые... То есть авторов песен, либо сами тексты, то есть... Да, которые говорят или упоминают о Хакасии на Хакасском языке. С такого-то губля. Слушайте, ну да, вот у меня, видите, сколько пробелов сразу образовалось. Да, это непростая игра. В этом отношении она, конечно, немножко заставляет подумать. Поэтому, да, не зря сравнивать немного с Монополией, потому что нужно... А победитель в итоге что получает? Победители получают вот такие открытки. Подготовили ряд открыток. На данный момент их 16, но думаем, что будет гораздо больше. Здесь не просто открыточка с красивыми вот местами. Ну, это с красивыми местами тоже очень симпатично. Но и это является некой... То есть это авторские работы, да? Да, некая открыточка, которую можно отправлять друзьям. Здесь полное описание того или иного места. Здесь легенды рассказаны или какие-нибудь уникальные вещи или события. А давайте покажем несколько тоже открыток прям вот нашим зрителям. Вот там места... Нет, вот этой стороной, да, там мелковато. Вот такой вот, ну, думаю... Это на одном уровне, вот прям держите, да. Саяна-Шушенская, АГС. Аглахты. Такие вот места. Да, дальше. Писаницы. Ага. Сейчас знаменитые. И то есть эти открытки можно будет отправить потом друзьям, либо родным, кому угодно. Есть идея о том, что вообще в комплекте всего 8 открыток. Но поскольку их всего 16, то можно сделать целую коллекцию. И тот, кто соберет все 16 открыток, сможет обменять эту коллекцию на экскурсию. Сертификат. Ух ты! Для гида по Хакаси куда-нибудь выбрать экскурсию в места по Хакаси. Так, ну вот эти бонусы мы разберем чуть попозже. Давайте сейчас на короткую рекламу прервемся и вернемся, и узнаем, как, собственно, где брать и найти эту игру. Продолжение следует... Не забыла бы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Лучший подарок – это забота о близких. Подарочные сертификаты в аквацентр «Енисей» в Шушенском. Для вас большой бассейн, сауна, комфортные номера. Подари незабываемый отдых и массу положительных эмоций. Шушенское. Третий микрорайон. Дом 3. Порт Боярд-Набакан. Это очень круто. Мы сегодня посетили это место. Классно поиграли. Много чего нового увидели, почувствовали, съели. Круто, очень круто. Честно. В клинике варикоза нет дни здоровья. Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ обеих ног. Всего 800 рублей. Звони 248-648. Местный ресторанчик китайской кухни «Утка-вок-лапша» в Абакане. В день Великой Победы. Абакан. Первомайская площадь. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Военный парад, посвященный Великой Победе. Прямая трансляция 9 мая в 10.00 на телеканале ТВ7. Ура! Ура! Это «Детали». Всем привет, кто к нам только что присоединился. Давайте подключайтесь, потому что в гостях у меня Анастасия Миренюк, автор первой игры о Хакасии. То есть это сложнее, чем «Монополия», но очень познавательно и интересно. Мы уже изучили карту, изучили, что в комплекте еще открытки авторские есть. И вот сами фишки очень красивые, можно вот про них тоже нам рассказать. Да, несмотря на то, что информативность здесь полнейшая, есть и очень изящные, и необычные вот такие игровые фишки. Дело в том, что выполнены они в форме наших извояний, которые можно встретить в Хакаско-национальном краеведческом музее имени Ленина Романовича Козласова, где и начинала свою жизнь такая игра гиппохакасии. И вот для того, чтобы запоминали визуально дети, как выглядят те или иные фигурки, например, вот Хастас, да, есть Кемитас, аналог такие вот фишечки. Для того, чтобы запоминали, и потом, вероятно, увидев в музее подобные извояния, они уже будут узнавать и проявлять другой интерес совершенно. Я вот посчитала, получается, одновременно играть в игру можно семеро? Можно и больше. Вообще в формате игры четыре фишки предоставлено, но можно и чуть больше добавлять фишек даже своих. Анастасия, ну где можно поиграть? Вот скажите, прийти, может быть, всей семьей, либо купить себе дома? Ну, игровых пока нет, не пробовали. Мы пробовали в Малиниках в гостиной вчера поиграть. Очень большое, интересное, красивое пространство. И туристический информационный центр предоставляет нам возможности как-то реализовывать, представлять и показывать вот такие необычные вещи. И там мы поиграли. Но вот в игровых пока не представлено. Приобрести можно, но на данный момент только у меня. Ну так как вы автор этой игры, безусловно. Да, пока не в сувенирных нигде нет этого. Настолько она еще вот новая, что пока только лично обращаясь ко мне, можно ее представить. А ее нужно будет ждать на заказ? Вот будет изготавливаться? Вообще приготовлено, неопределенное количество уже заготовлено. Но да, лучше заказывать, если это будет партия чуть побольше, заблаговременно. Потому что большая часть из этого делается вручную. Ну вот у вас еще две коробочки, расскажите, то есть это два комплекта, да, есть? Да, форматы разные, вот обычные. Во-первых, очень удобная коробка, она такая маленькая такая. Ну она и красивая такая, стильная, и подарок отличный, я думаю. Она маленькая, удобная, и в сумочку помещается, если куда-то, допустим, поехать. Но в ней будет все то же самое, то есть фишки, карты и открытки. Небольшое отличие, например, в дорожном формате. В дорожном формате предоставлена вот такая вот коробочка и мелки для того, чтобы ребенок, ну, например, в самолете, в дороге или еще где-то, мог сам себе создать обложку для своей игры. То есть раскрасить, в принципе, еще может. Ну просто раскрасить, да, и вот своя уникальная такая версия коробочки у него будет. Классно. Ну то есть тоже здесь в комплекте также открытки, карта, плюс еще мелки и фишки. И сколько это стоит удовольствия? В пределах тысячи на данный момент, вся вот эта стоимость. Ну, будем надеяться на то, что когда это пойдет в тираж, вероятно, еще доступнее станет эта игра. Ну и давайте напоследок, вот как вообще эта идея появилась? То есть это полностью вот проект, который вы придумали, выносили, вот реализовали наконец-то, или что, или какие-то вообще... Я являюсь автором, но создавалась она коллективно. Вероятно, уже многие знают о гиде по Хакасии как мобильном приложении, еще работая в музее, наша команда альтруистов, это и Каскар Чубадаев, и Кунари Тюндешева, и Максим Чертыков, и художник в виде Владимира Агеева, знаменитый наш фотограф, если все об этом знают, вся Хакасия о нем знает, это Зайченко. Я хочу просто показать о том, что логотип для вот этого нашего гида по Хакасии выигрывал конкурс как раз Андрея Зайченко. Он у нас самый классный логотипщик, на мое мнение. Попиарили так немножко, ну ладно, дело хорошее. Дело в том, что вот такая команда альтруистов, мы постоянно создавали какие-то проекты, и у нас ни один проект, ни один грант за нашими плечами. И вот это мобильное приложение стало таким толчком к идее о том, что о детях у нас не так часто думают, о юных путешественниках, и заражают их вот этой культурой путешествия по родному краю. И мы задумали, что нужно что-то создать именно для детей. То есть именно вот игру, что она и несет вот такой посыл. А в итоге она получилась интересна не только для детей, но и для детей. Да безусловно, мне очень самой хочется. У вас уже есть один клиент точно. Прекрасно. Спасибо, Настя. Я желаю удачи с проектами, чтобы он появился везде, и в свободном доступе все могли себе купить, и с детьми с удовольствием провести время, тем более на праздник, когда и в принципе вечером собраться с друзьями, изучить свой край, а потом уже поехать по изученным маршрутам и с новыми знаниями, так сказать, все посмотреть. Да, благодарю. Я напоминаю, что только знания придают значимость места, поэтому изучайте Хакасию, путешествуйте и влюбляйтесь заново в эти просторы и красоту родной республики. Спасибо вам. Ну что ж, это были детали. На сегодня это все. Смотрите нас по будням, до и после Нота Бен. Всем пока и оставайтесь на ТВ-7. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok